Интересно про деньги. Он нам принес полмиллиарда рублей. Но это дико круто. Люди стучатся со всех сторон. Я потенциально могу умереть. Мы вынуждены сейчас летать бизнес-классом. Есть ли у вас какие-то конкретные морковки? Вчера я был у Полоскова в бане и там были... Здесь можете не продолжать. Привет, друзья. Привет, привет. По итогам интервью с Тиной Кандалаки могу сказать, что оно вам будет интересно, чтобы познать лучший мир онлайн-образования и нас, наши драйверы, мотивы и как мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. А мы имеем четыре онлайн-школы, которые делают нам 80 миллионов рублей в месяц. Тина больше погрузилась в нас, в наши драйверы, чем в технологии. Поэтому проходите и смотрите внимательно. Добрый день. Меня зовут Тина Кандалаки. Я сижу с двумя людьми, с которыми, честно говоря, давно хотела поговорить. Это Дмитрий Юрченко и Сергей Капустин. Отцы-основатели стартапа «Акселератор». Люди, которые заработали деньги из воздуха, как мне кажется, и продолжают это делать. Причем очень целенаправленно, потому что приближаются к сумме в миллиард рублей. Это последние оценки данного бизнеса, и мы про это сейчас отдельно поговорим. И на рублях, честно говоря, тоже останавливаться не собираются. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Сергей. Я смотрела разные ваши интервью и остановилась на том моменте, когда вы от суммы в 500 миллионов двигались к миллиарду. Миллиард заработан? Да. То есть миллиард есть. Это чистая выручка компаний в год? Это выручка. Это не за год. За первый год мы заработали 500 миллионов, и сейчас мы уже перешагнули миллиард. Ну, не за год, ну, как бы кумулятивно. То есть нам сейчас полтора года без малого. Мы стартовали 1 июня 2017 года. Ну, это очень хорошие показатели. Вы самые крупные игроки в России в онлайн-образовании. Мы по выручке, возможно, нет, по маржинальности, по прибыли точно. Еще одно интервью, которое я смотрела, оно было записано в Америке, и вы говорили о том, что все-таки хотите переехать, расширить аудиторию. Удалось переехать и расширить аудиторию, потому что мы-то встречаемся в Москве. Да, мы зависли на том, что российский рынок стал расти у нас быстрее, чем мы ожидали. То есть это и приятно, и неприятно в том, что мы немножко на Америку подзабили чуть-чуть. То есть российский рынок выстрелил и, соответственно, стал трещать по швам вся компания. Нам пришлось включаться в системность, ну, как бы быть в операционке. Поэтому мы Америку чуть-чуть отложили. То есть российский рынок развивается очень быстро. Мы вернулись на лето в Москву. Вот сейчас становится холодно, я 24 сентября уже улетаю. Сергей остается здесь еще, проходит тренинги, доучивается и тоже улетает. То есть мы эту тему просто подвинули, потому что нам пришлось наводить порядок здесь, в России, потому что мы сейчас сравним с таким локомотивом, который движется, скорость набирает, а у него то крыша отвалится, его нужно прямо на ходу не тормозять, монтировать. Я считаю, что наше интервью нужно поделить на несколько глав, для того, чтобы зрителям этого интервью было понятно, в первую очередь, кто вы, дальше, чем вы занимаетесь, и есть ли рецепт успеха, который добились вы, который вы, по большому счету, не просто шерите, вы его продаете. Уже было много версий того, кто вы, как вы познакомились, но так как история знакомства у вас интересная и достойная любого журнала, гламурного в том числе тоже, я некоторые ключевые точки обозначу, а вы меня поправите. Я так понимаю, что вы были приличный человек, занимавшийся бизнесом, потом ушедший в астрологию, вы были не очень приличный человек, который в итоге, не пройдя на кастинг «Последний герой», решил сам себе организовать остров, каким-то образом охмурили человека, у которого были деньги на остров, который потом в конце потерял все деньги и по сей день скрывается. И вместе с этим человеком выехали на остров, дав возможность всем, кто не прошел в кастинг «Последнего героя», купить билет и оказаться на необитаемом острове вместе с вами. Да, похоже. У меня еще есть приличная часть, у меня есть первый мой бизнес – это кнопка жизни, которая спасает жизнь людей, и с ним все хорошо, и вот он не провалился, и он хорошо растет. Это бизнес по-прежнему принадлежит вам? Это бизнес. Я остался акционером, там есть более крупные акционеры, инвесторы, в том числе фонд развития интернета инициатив. РФПИ. И он, кстати, миллиард пробил. Да, там оценка компании – миллиард. И вы не вышли оттуда? Я не вышел, и мы сейчас крупнейший проект по выручке фонда развития интернета инициатива. Но вы говорите, что вы там миноритарь, то есть вам этих денег было мало, поэтому начались все авантюры, правильно я понимаю? Не из-за этого, у меня больше не денежный драйв был, а я пришел туда, чтобы бизнес делать, и сам себя обманул, что у меня миссия – спасать бабушек. А потом, когда я начал заниматься триатлоном, айронменом, я что-то смотрю, я бабушке не с таким энтузиазмом спасаю, как кручу педали. И я понял, что крутить педали мне больше по кайфу, и нужно вообще искать тут бизнес. То есть я деньги какие-то заработал, они у меня уже были, и я понимаю, что нужно что-то для души искать. И так появился остров. А вот это очень интересно, потому что это же все про гормональные изменения, потому что вы начали очень активно заниматься спортом, и те успехи, про которые вы говорите, то есть вы первый железный человек, там первые, я понимаю, тридцатки людей, которые сделали железного человека на айронмене. Опять, чтобы зрителям было понятно, но это бесконечные тренировки, тренировки на протяжении двух-трех месяцев по два раза в день, правильно? На протяжении года по одному-два раза в день, по два-три часа. Триатлон, общение с людьми, поездки, отдыхать – это приносило кайф. А я слышал такую фразу часто «совмести свое хобби с работой, и ты всегда будешь счастливым человеком». Я начал искать это. То есть вы увлекающийся человек? Да, и ищущий себя. Ну, вы выглядите так, как увлекающийся человек, то есть вы не выглядите как традиционный бизнесмен, судя по вашей обуви, брюкам и рубашке. А дальше был приличный бизнесмен. Звали его Сергей Капустин, правильно? Который в это время, когда произошла история, соответственно, с кнопкой и началом периода айронмена в жизни Дмитрия, что делали вы, Сергей? У меня была стадионная компания, цветочная компания. Цветочная компания, цветочные магазины вы имеете в виду? Ну, мы занимались корпоративным сектором. Это когда там разные корпорации заказывают все цветы. Это надежный бизнес очень. Он не такой интересный, как по цифрам именно. И была всегда просто мечта такая, чтобы бизнес давал тебе свободу, возможность как-то путешествовать, перемещаться, чтобы не было такой зависимости от сотрудников, была какая-то автоматизация. Ну, как бы все за этой мечтой идут в бизнес. То есть вы были единоличным владельцем этого бизнеса? Нет, у меня были партнеры, но была вот такая вот мечта. То есть вам было тоже мало? Скорее, тут даже не только мало. Скорее, много геморроя. Ну, просто первую главу я могу назвать жажда жизни. Вот, судя по тому, что рассказал Дима, это жажда жизни. То есть было мало того, что было, и успокаиваться не хотелось. И хотелось гораздо больше. То же самое у вас. У вас был цветочный бизнес, нормальный, приличный парень. У меня скорее случилась просто такая тяжелая болезнь. Из-за того, что я тоже не проживал, как Дима говорит, что важно в бизнесе проживать свои ценности. Я вот тоже не проживал свои ценности в бизнесе. Потому что я очень много упахивался, и как бы не в том бизнесе, который мне давал удовольствие и радость. А потом вот мы как бы случайно нашли модель вот этого онлайн-образования, онлайн-школ, и оказалось, что там он дает свободу. Не-не-не, подождите. Онлайн-школы будут, это будет в следующей главе. Мне просто интересно. Ну, просто первая глава такой, фейл в каком-то смысле, потому что упахался и загнался просто в такие рамки, чтобы попал в больницу. Где-то 27 лет. 27 лет. Ну, в 27 лет у нас в силу того, что поколение становится все более инфантильным, многие люди не то, что цветочному бизнесу радуются, многие люди радуются тому, что у них есть зарплата 45 тысяч рублей, и в принципе им больше ничего не надо. Но вам было мало. Астрология в какой момент появилась? Астрология появилась, когда я познакомился случайно с астрологом на Пангане. Это был такой чудесный остров, когда у меня уже получилось сделать онлайн-школы, там уже какие-то возникли путешествия. Мы познакомились, и вот это был первый тест, когда я увидел запахавшегося эксперта. То есть он проводил по три вебинара в день, постоянно работал, постоянно обучал, и мне удалось его переделать вот в такой бизнес-систему. То есть мне сначала не столько астрология интересовала, сколько меня интересовала... Как продать это знание? Это масштабная такая идея. Вы знаете, да, что начиная с 90-х по сей день самые сладкие, скажем так, части печатной прессы, это всегда объявления от колдунов и гадалок. То есть они очень популярны, они зарабатывают больше всех, потому что, как это не удивительно, вот у нас в стране колоссальный спрос на то, чтобы пришел кто-то, сказал тебе, что у тебя было, что приблизительно у тебя происходит, и пообещал, что будет лучше. Поэтому астрологию, не обижайтесь, все равно воспринимают точно так же, как некую эрзация науку, которая дает возможность людям провести элементарную гигиену, которую, в большом счету, человек в состоянии провести сам с собой. Не так? И так, и не так, как бы одновременно. То есть какие-то вещи, когда тебе говорит вот астролог по твоей карте, что тебе нужно идти заниматься, например, там, не цветочным бизнесом, а тебе нужно идти там интернет-бизнес, то есть такое же тоже тебе направление дают. Вот это у вас было. Да. То есть он стал завязывать. Есть вопрос такой, что, типа, нужны ли, к примеру, бизнес-инкубаторы, они нужны для слабых людей. Вот астрология, она тоже нужна для слабых, но я себя не отношу к киперсильным. У меня есть там психоаналитика, есть там, когда я, ну, условно, астрология, это элемент самопознания. Если убрать, то там, это лже-наука или не наука, просто ты ходишь там, изучаешь психотипирование по разным системам, и это язык познания себя с разных углов астрологии, в том числе human design, по другим углам помогает посмотреть. Сейчас вы выглядите как, в любом случае, два бизнесмена, продающие все-таки, ну, некую, правда, лже-науку. Я объясню, почему я утрирую. Ну, смотрите, парни, российские бизнесмены, все капитаны российского бизнеса, вышедшие из 90-х лет, они рассказывают многое о том, что они делали, о том, какие мотивы у них были. Ну, классическая книга – это Петра Амина о Березовском, то есть как они жили, как они становились, как они заработали первый миллион и первый миллиард. Все то же самое. Но там нигде, и вообще в книгах такого рода нигде нет вот этой рефлексии, поиска, которая зачастую происходит очень разными способами. Ну, я думаю, что они бы ясно говорить просто. То есть вы считаете, что все российские бизнесмены используют? Я многих знаю крупных бизнесменов, у которых есть бабки-гадалки, целительницы, они просто об этом не говорят, потому что понимают, что аудитория реагирует неоднозначно. Мы об этом просто не боимся говорить. Мы сейчас делали серию интервью «Мышление миллиардера», где мы про такие вещи с ними говорим. Более того, вот сейчас китайцы в Москве, которые током бьют, там долларовые миллиардеры ходят. Ну, хоть одного назовите, сейчас всем интересно. Вот вы сейчас так говорите, понимаете? Это может, возможно, конфиденциально. Ну, одного хорошо, но вот кто вам не близкий, и кто на ваш бизнес никакое влияние не окажет, чтобы люди понимали уровень вовлеченности в вас, реально понимание серьезного бизнеса. Мы плотно общаемся с Лебедевым. Мы плотно общаемся с Александром Лебедевым. Александром Лебедевым, я его прекрасно знаю. Мы знаем, что Рыбаков тоже бывал там. Тоже настоящий Форбс Игорь Рыбаков, правильно? То есть и Рыбаков, и Лебедев были у гадалок, и у китайцев, и били стоком, и стройли карты. Вчера я был у Полонского в бане, и там были... Здесь можете не продолжать. На фразе «Вы были у Полонского в бане», я думаю, эту тему можем закрыть. Ну, если там не говорить о существующем, о том, какой он был тогда, это человек, который говорит, что благодаря в том числе этим вещам он двигался хорошо. Вы постоянно учились, и один, и второй. Я хочу, чтобы моя аудитория, ваша аудитория это понимали, потому что это не просто два человека, подводя черту под первой главой, которые ходили к гадалкам-китайцам и искали себя на островах. Это реально два человека передо мной, которым там плюс 30, и которые постоянно самообразовываются, постоянно учатся, постоянно самосовершенствуются. Мы сейчас будем говорить про акселератор, про то, что вы делаете, про онлайн-образование, потому что я в него очень верю. У меня всегда один вопрос. Вот я зашла к вам на сайт. Вот мне, например, в этих онлайн-курсах и на вебинарах, мне Настя Баталиба хочется послушать, но Настя Баталиба у вас нет. Ну, я про Тони Робинса не говорю, понимаю, что это дорого, но есть огромное количество современных философов, которые продают те же вебинары, которые продают те же курсы, но у вас их нет. Как вы строите World Wide Business, если вы ориентируетесь только на, условно говоря, молодых пионеров бизнеса, которые заработали там первые 150 тысяч рублей? Ну, надо понять, ну, какую цель-то мы преследуем. То есть мы-то, по сути, создаем рынок онлайн-образования, давая людям инструменты, и мы, по сути, являемся конвейером-производителем таких вот продюсеров, которые могут запаковать Настя Баталиба в том числе, или там кого угодно другого. То есть они могут по нашей методологии и по нашему такому производству, то есть у нас есть довольно много экспертов, которые помогают человеку, у которого есть идея создать какую-то школу и там продвигать какое-то знание или какого-то другого эксперта запаковать эту идею в онлайн-школу. Да, даже вот если посмотреть на реакцию народа на Тони Робинса, там понятно, что элемент там хейта, зависти, но есть элемент неприкладной вещи, которую нельзя пощупать. У нас же люди, вот есть девочка, печет пряники и зарабатывает на этом деньги. Есть девочка, которая умеет там как-то распознавать голоса птиц, и это упаковала в целую философию и сделала школу наблюдения за птицами. И начиная там с астрологии или фри-поблистили, у нас очень все прикладное и понятно. То есть вот тема это вот вузовское обучение, типа пять лет учиться, чтобы потом стать. Вот я когда начал работать бухгалтером после вуза, я думаю, блин, нахрене, опять я там учился. И сейчас у нас есть резиденты в акселераторе, которые учат финансовых управленцев за полгода. То есть вы хотите сказать, что, например, на Тони Робинса люди готовы купить билеты и прийти, но в целом регулярно слушать путь успеха Тони Робинса и учиться у Тони Робинса менее интересно, чем у девочки, которая печет пряники, потому что это девочка соседнего двора. Правильно я вас понимаю? Это абсолютно разная аудитория. Я скорее так, нужно сходить на Тони Робинсона зарядиться, уволиться, а потом пойти к девочке с пряниками, чтобы наладить пекарню или школу тортиков. К нам приходят два типа людей. Первый – это эксперт, например, Тина Канделаки, или второй человек, который хочет, например, запаковать Тина Канделаки в образовательные сети. Александр Утяшева, вот объясните этот кейс, всем понятно, потому что я с вами не работаю, а они работают. Вот что пришли и сделали Пашу Воле или Александру Утяшеву, на чем они заработали денег? Ну, конкретно Павел Воле создал онлайн-школу юмора. То есть он понимает, что у него есть какой-то вот такой талант, который он говорит, что это навык, который он может дать другим людям. Если человек какой-то, ученик загрузится в эту систему, то есть погрузится в процесс образовательный, он по итогам сможет как-то интересно шутить и там стендапы делать. То есть онлайн-школа и онлайн-образование, и вообще в принципе образование движется к тому, чтобы быть максимально результатоориентированным. Как это выглядит, Сергей? Вот смотрите, я начинающий комик, я хочу попасть в школу Паши Воле. Ну, то есть классически это выглядит так. Я покупаю, например, я все время так училась в институте повышения квалификации сотрудников радиотелевидения. Я имела второе образование, платное образование. Вот ты покупаешь учебу в этой школе, ты приходишь, у тебя обычные лекции, но за деньги. Вот как выглядит вот это онлайн-образование? Вот как человек купил? Сколько стоит, например, стать учеником школы Павла Воле? Как долго длится образование? И дальше есть сертификат, есть какой-то опознавательный знак, по которому этот человек может сказать, придя на конкурс других комиков, опять на то же ТНТ, что вы знаете, я не просто комик и любитель, в отличие от этих, а я комик, который прошел в школу Паши Воля, поэтому у меня больше шансов попасть, например, в комедиклаб. Ну, цены на онлайн-школы, они варьируются там от 15 тысяч рублей до там 3 миллионов. Это все продается в онлайне. То есть это, ну, это очень интересный рынок. И, соответственно, сертификаты где-то выдаются, где-то не выдаются, и обучение проходит следующим образом. То есть обычно есть какие-то предзаписанные уроки, их делает там главный эксперт. Есть личный кабинет, когда ты заходишь, и у тебя они открываются постепенно. Ты должен ответить на домашнее задание, пройти тест. Если ты все прошел, куратор проверил, у тебя открывается следующий рубль. То есть и уроки записаны максимально по такой, там, сделай раз, сделай два, делай три, сделай четыре. То есть конкретные такие маленькие шаги, очень легкие и понятные языки. Плюс после каждого урока, чтобы тренер, эксперт, владельцы школы получали обратную связь, есть НПС, индекс лояльности клиента. Насколько ему понравился этот урок, возможно, и собирается обратная связь. Я правильно понимаю? То есть если человек имеет какую-то идею, он приходит с этой идеей к вам, он говорит, слушайте, вот я знаю, как сделать онлайн уроки английского, но сам он, так как у него нет такого опыта, он боится. Ему нужно к кому-то прислониться, у кого есть история, бренд. У вас есть бренд, он к вам прислоняется, и вы его корректируете. Вы даете, например, первичные деньги, например, на какой-то маркетинг или для того, чтобы провести компанию в онлайне? Мы даем на более поздней стадии, и, как правило, они не нужны. То есть мы хотим успешных делать еще более успешными. То есть вы не даете вообще денег? Мы на старте не даем денег. Круто. Мы отбираем. У нас воронка работает следующим образом. Нас ежемесячно во двор входит около 10 тысяч человек. То есть люди прислоняются просто к бренду. Я не просто кто-то, а я еще к технологии. Дальше. Как только начинают зарабатываться деньги, они с вами делятся деньгами? Какую часть от дохода они должны вам отдавать? Из 2000 резидентов у нас только 36 мы взяли долю. Остальные, то есть мы берем долю, кто нам синергичен, кому мы верим. Но это дико круто. То есть у вас получается абсолютно бесплатно идет постоянная вот такая мельница стартапов, которые... Нет, это не бесплатно. Но опять... Здесь еще интереснее, они нам за это платят. Да, вот это меня и поразило, потому что это очень крутая бизнес-идея. А в Сколково этого нет? В Сколково этого нет. В Сколково опять проблема всех вот условно бизнес-моделей прошлого, что они не дают прикладную штуку, которую можно использовать через три, максимум шесть месяцев. Вы считаетесь самым крупным онлайн-игроком в сфере образования в нашей стране. Какой у вас профиль потребителей? Мне это было очень интересно. Большинство это 35-45 лет процентов. Я был удивлен. Я думал, что у нас процентов 70 это женщина, по крайней мере, в акселераторе. Оказалось 60% мужчины. В астрологии совсем наоборот. В Афри-поближности около 80% женщины. В системном бизнесе, в бизнес-бустере, там 90% мужчины. То есть 35-45, это ваш профиль? Да, у нас возрастная аудитория. География? Преимущественно Москва и Питер, но регионы тоже участвуют. 60% Москва и Питер, все остальное регионы. И процентов 10% это вообще люди, живущие за границей. Средний доход? Сначала это были предприниматели со средним доходом 200-300. И они хотели как раз-таки онлайн-школу создать, потому что у них была потребность. Офлайн-бизнес это тяжело, там кто-то закрывается, у кого-то какие-то проблемы. Они хотят переместиться в онлайн, потому что там нет офиса, там нужно гораздо меньше сотрудников, там гораздо выше прибыльность, там можно масштабироваться на 30-50 миллионов человек. А потом стали приходить уже более-менее обычные люди. Мы их сначала не хотели. Мы вообще стали потом думать, вообще а что с ними делать? Потому что люди стучатся со всех сторон, стали приходить там мамочки в декрете, стали приходить корпоративные сотрудники. И мы сначала брали там, ну вот если человек имеет руководящие, имеет руководящие способности какие-то, он руководил людьми, окей, ты можешь создать онлайн-бизнес, там иди к нам, мы можем тебе помочь. А сейчас уже, ну, повалила просто толпа, и мы некоторых людей просто отталкиваем, не берем. То есть сделали такую заслонку, что, ну, просто кого-то мы не готовы взять. А каких людей вы не готовы взять? Сейчас, но что интересно, то, что мы с Димой вот сидели и думали, так, окей, а вот, ну, этого оттолкнуть или этого оттолкнуть. И мы пытались сделать такую корреляцию, связь между тем, что у кого получится точно, а у кого нет. И мы такую корреляцию, ну, не смогли сделать вот точную, потому что даже мамочки в декрете, вот они создают онлайн-школу пряников, или онлайн-школу цветов из фоамирана, или там онлайн-школу, там, каких-то вот там тортиков, ну, то есть вот что угодно может сработать. У меня... А при этом есть у нас резиденты, которые до прихода к нам, у них был бизнес, сеть медицинских клиник, 30 клиник с выручкой 300 миллионов рублей в месяц, с достаточно хорошей маржинальностью. То есть они опытные предприниматели, умеют продавать. Уже прошло 8 месяцев, а они все еще ковыряются с маленькой школой фокусников и делают 300-600 тысяч рублей. То есть... А девочка там с тортиками делает за полгода уже 8 миллионов в месяц. То есть это вот, ну, какой-то вот такой новый вид бизнеса, такой, который... Мы думали, что вот если у тебя есть опыт в оффлайн-бизнесе, ты крутой там предприниматель, то тебе легко будет в онлайне. А на самом деле оказалось как-то по-другому. И мы поняли, что самый сильный здесь движущий инструмент это именно любовь к своему продукту. Одержимость. То есть если ты очень... У тебя есть страсть в твоего продукта, вот любовь, то ты вот транслируя какие-то... Почему я про аудиторию спросила? Потому что это очень важно. 35-45, я понимаю, почему. Во всем мире сейчас тренд на то, что автоматизация приводит к потере работы. И психологически люди думающие должны быть готовы к тому, что они в любой момент могут потерять работу. Поэтому те, кто думает и те, кто планирует свою жизнь, они понимают, что нужно получать некое новое дополнительное знание и как следствие новую профессию. Одна из самых популярных сейчас моделей популярных направлений это вот как раз-таки состояние онлайн-школы профессии разных. То есть это то, что срабатывает вот в 100% случаев. Причем люди делают обучение очень разным профессиям. От того, как выращивать грибы-вешенки, разводить кроликов, там вот как раз-таки делать эти пряники и продавать их потом. То есть очень-очень... Там маникюрщица, парикмахерша. И это вообще... Это оказывается, что это очень популярно. То есть население вот у нас, оно большей части же самозанятое. И эти самозанятые, они ищут свои вот такие вот профессиональные знания, навыки, которым не обучают там вузы, ну в вузах нигде. И плюс им нужен еще метод, как искать клиентов, как вести клиентов, как их удерживать, так, ну как вот на этом конкурентном рынке быть в лидерстве. И вот то, что вы сказали по поводу того, что люди уволятся, им нужно будет искать профессию, уже есть. Сейчас же Сбербанк уволил около 10 тысяч сотрудников. И из них там около 5 человек у нас учатся. Ну то есть это то, что эта проблема, она есть и она... Хорошо. 35-45. Дальше, как любой телевизионный продюсер, я задаюсь вопросом. То есть ваша задача в чем? Ваша задача в том, чтобы условно аудитория взрослела вместе с вами. Ваша задача в том, чтобы привлекать молодую аудиторию. Потому что есть же еще очень интересная часть аудитории. Это студенты. Я за два месяца объездила 15 вузов. Самый главный вопрос, который мне, собственно говоря, задавали студенты, как применить полученные знания. Поэтому вопрос, почему у вас нет студентов? Я имею в виду, какая аудитория в возрасте 18-24 задействована в акселераторе? Вы ею занимаетесь? Вы в нее инвестируете? Она к нам как-то просачивается, но мы ей целенаправленно не занимаемся. Потому что она неплатежеспособная пока? У нас есть принцип такой, жми на ту кнопку, на которую жмется, если относиться именно прагматично как к бизнесу. Есть та аудитория, которая нас покупает, и мы ее окучиваем пока что. Новая аудитория, это чуть-чуть другой продукт, все другое. А у нас пока внутренних вопросов по систематизации много. А дальше у нас начинается вопрос, копать ли дальше российский рынок глубже и шире, либо выходить на англоязычный рынок. Англоязычный рынок нам интереснее. Но про англоязычный рынок я понимаю, почему вам интереснее. Там денег больше. Мы с вами до начала интервью про Китай говорили. Конечно, интересно идти туда, где совсем другие рынки с точки зрения объема денег. Но там надо что-то продавать. Если то, о чем вы говорили во многих интервью, правда, я имею в виду по поводу искусственного интеллекта, который по лицу будет распознавать качество того, как обучаем и принимает знания, конечно, вы можете вместе с Луном Ассом улететь на Марс. Но сейчас мне интересно узнать, в каком состоянии разработка вот этого искусственного интеллекта, который будет оценивать человека. Мы сейчас тестируем на маленьких... Ну, то есть, он пока что очень плохо работает. И я надеюсь... Мы каждый раз думали, там, в августе уже начнем, там, выдавать резидентом. Сейчас думаем в октябре. И пока, ну, не настолько это легко дается. То есть, он по состоянию мышц на лице, он должен, правильно, вы же говорили, он не такая пока, не мелкая моторика, а условно зевая, человек открыл рот несколько раз или начинает сутулиться, это видно. То есть, там такие пока что грубые штрихи. Или вот начинают там, ну, там, то есть, там нет такого, что там зрачок, за зрачком следят, да и даже пока разрешение камеры это не позволяет. вам приходит пушевое уведомление, что вы не так хорошо себя ведете во время урока? Сидит куратор за компьютером, который, у которого была из Толярт, сигнал, типа, вот такого-то куратора, ой, у такого-то резидента есть признаки того, что он потерял фокус внимания. А интересно про деньги, не могу к этому не вернуться, потому что ваш успех, это деньги. А какая, какова прибыль компании на сегодняшний день? Вот чистая прибыль, которую вы, как акционер, можете на себя делить? Мы делим примерно, просто у нас так 4 онлайн-школы и около 80 миллионов рублей, а прибыльность разная. Это можно говорить, к примеру, про акселератор, там 50 миллионов, из которых примерно 25 чистыми. Вот вы сейчас, с точки зрения среднего россиянина, очень богатые люди. То есть, 25 миллионов на двоих, 12,5, если можете принести в семью, это ощутимые деньги. Вот на что вы эти деньги стали тратить? Вы стали по-другому одеваться, по-другому питаться. У нас иногда, знаете, стебут в социальных сетях, что мы там, Дима в одном свитере, там уже ходим. Я в синем свитере хожу. Я в одном пиджаке. Мошлось приодеться. Ну, у нас ценности, может быть, другие. То есть, ценность в путешествиях, стало более комфортно, ну, там, меньше заморачиваешься на отелях. То есть, ну, я, например, больше живу в путешествиях. То есть, там, где-то 2-3 месяца в году в Москве, и потом дальше это, там, Европа, это Америка, это Гитая. Это так, качество жизни. Путешествие может быть эконом-классом, путешествие может быть бизнесом, путешествие может быть чартером, путешествие может быть на собственном самолете. Вот как выглядят ваши путешествия? Недавно я, Сергей, написал сообщение, Сергей, теперь мы вынуждены летать бизнес-классом. Я полетел в Сочи, и, а я сам важно понимать, что я белорус, с простой семьи, и белорусы, они очень такие экономные. И я покупаю билет в Сочи, вот в день вылета, соответственно, он уже дорогой. Билет туда-обратно стоит 22 тысячи рублей. Бизнес-класс стоит 43 тысячи рублей. Я такой, блин, вообще разницы никакой нету. Ну, мой внутренний голос, ну, какая разница, купи эконом. Потом, так, блин, все же там прикольнее, как-то внутренние ощущения прикольнее, может быть, кто-то интересный будет лететь со мной. Потом начинаю сравнивать, смотрю, а билет обратно, так как сейчас поток туристов из Сочи. Эконом стоит 18, а бизнес стоит 23. Я просто вот, исходя из этого, покупаю просто бизнес. И меня встречает один человек в очереди, другой, а я прохожу, соответственно, ну, те, кто меня знают, можно с вами сфотографироваться из этой области. Я прохожу, соответственно, по бизнес-классу, у меня, соответственно, уже мое эго такое, о, прикольно, я без очереди уже хорошо. Потом сижу, уже в машине, которая ведет в самолет, приходит парень, говорит, это ты, кто меня там в Инстаграме задалбливает рекламу, ну, я, и он начинает интересоваться, говорит, вы действительно столько делаете. Я понимаю, что людям нужно, людям все равно нужно доказывать через шмотки, через машины, что, блин, я не обманываю, я честно говорю. Я Сергею пишу, Сергей, мы вынуждены сейчас летать бизнес-классом, потому что люди не верят, им нужно показывать, что у нас есть деньги. И мои, мои, это такая достаточно российская логика, причем такая, это построссийская логика, пост даже такая советская. Ну, это вот просто потому, что они смотрят, чтобы была какая-то корреляция с деньгами. То есть, а на Западе это не так? На Западе это вообще не так. И на Западе я ходил всегда в одной синей байке, снимал сторис, посты, и все говорили, эй, ты бомжатина, ты что обманываешь, что ты зарабатываешь много. Единственное, что у меня изменилось, я, у меня появился водитель, и это реально качественное изменение. Ну, причем водитель-то стоит, там, 50 тысяч рублей в месяц. То есть, это как бы, ну, это выглядит круто, а на самом деле, ну, недорого. Почему учитесь вы сами? Давай я расскажу. Сергей, у нас, мы же познакомились с Сергеем в 2008 году, когда мы были на динамических медитациях Оша. То есть, мы такие искатели, вот прям с детства, каких-то систем развития, и Сергеем мы должны были улетать в конце сентября в США, потом я решаю, все же мы хотим лететь с женой на Бали, у нас ребенок, он маленький сейчас должен родиться, и мы решаем рожать на Бали. И тут Сергей говорит, слушай, я решил оставаться на динамике. Как ты же ненавидишь вообще осень, ладно, зима еще, он говорит, слушай, я тут кумулся в такой тренинг крутой, я не могу его не пройти. То есть, мы постоянно учимся, и мы прям видим, что мы словно мы сравним себя с такой курицей, которая несет золотые яйца, и чтобы продолжать нести золотые яйца, мы вкладываем себя в знания и во внутренний мир в удовольствие. Ну, вот, к примеру, что стало, что поменялось, когда там больше отрабатываешь, это больше тратишь на образование. Сейчас там порядка, там, наверное, четырех миллионов рублей мы там с девушкой потратили там на 20 дней тренинга просто очень глубоко, там, где тебя там разбирают очень глубоко, там, несколько психологов. Что за тренинг? Где это тренинг? Вот про ушел вы сказали, сейчас люди вздрогнули, что это за тренинги, а теперь еще тренинги за 4 миллиона рублей. Расскажите, что это? Там, ну, 4 миллиона рублей складываются с того, что 600 тысяч рублей стоит там 5 дней, когда на тобой там 4 психолога на одного человека работают с тобой там 5 дней с утра до вечера. Соответственно, когда ты берешь там 20 дней на двоих, то это как бы, ну, возникает вот такая сумма. Это просто очень глубоко из тебя вытаскивают смыслы, из тебя вытаскивают, там, что тебя драйвит, из тебя вытаскивают твою неверную картину мира. Как вы считаете, ваши жены, ваши партнеры? Мои однозначно, у меня первичная, она партнер. Мы даже партнеры по бизнесу, мы партнеры по... И в акселераторе? Нет, у нас есть совместная школа при паблисити называется. А у вас? Нет, у меня девушка, она не работает, и как раз-таки одна из возможностей, которые там дали мне деньги, это то, что я могу удовлетворить любые ее запросы, которые там возрастают постоянно. А чему она учится тогда? Она постоянно обучается, она обучается на разных каких-то женских курсах. То есть готовить вкусно? Нет, не готовить вкусно. Это и курс общения, и сейчас она делает благотворительный проект, то есть используя там те деньги, которые мы заработали в акселераторе, она делает как раз-таки вот возможность обучаться там ребятам из интернатов. То есть у вас классическая девушка. Это тоже важно, потому что все, когда смотрят на Цукерберга, всем интересно, почему у него такая пресцилла. Все, когда смотрят на Билла Гейтса, всем интересно, почему у него такая жена. То есть у вас классическая девушка, а у вас жена пресцилла. У меня бизнес-партнер, и мы партнерские отношения с точки зрения взращивания детей. Мы партнеры. Как вы думаете, как скоро на рынке появятся онлайн-школы по акселерации онлайн-школ? Мы в каком-то смысле являемся онлайн-школой по созданию онлайн-школ. То есть единственное, что мы больше ушли в такой консалтинговый формат, когда мы реально помогаем вот экспертами разными там это уже создать. То есть это не совсем обучение, это уже прям делай с нами. То, что образование, оно идет в сторону того, что ты должен делать курс, где человек в процессе курса уже доходит до результата. То есть будущее образование, оно за тем, чтобы человек максимально быстро в сжатые сроки получал результат или навык, который бы он применял в жизни. Вот к вам пришел мальчик-продюсер, который работал на всех каналах, он пишет, и понял, что у него была зарплата 45 или 60 тысяч рублей, а он хотел путешествовать, а работа была привязана к месту. И вот он у вас завел свой курс. Я так поняла, что в течение этого курса он стал зарабатывать деньги на то, чтобы летать, ездить в поездки и заниматься своей продюсерской деятельностью, снимать и выкладывать в соцсетях тот контент, которому хотелось выкладывать, а не давал задание редактору. Вот про это ваша школа. Правильно я понимаю? Ну, нет. То есть, к примеру, вот есть у нас такой был интересный кейс, паренек нас снимал, то есть, ну, как бы делал там потом монтаж, ролики делал наши. Он говорит, о, круто там, офигеть. То есть, он слушался, о чем мы говорим, и он купил у нас обучение, стал обучаться, и он, ну, он реально крутой оператор, крутой монтажер, и он создал свою онлайн-школу видеооператоров, видеомонтажеров, где он обучает этому искусству, и как еще искать клиентов на это его услугу. То есть, и к нему приходят люди, которые учатся, как это делать, как монтировать, и как привлекать клиентов, как на этом зарабатывать. Еще раз подробно объясните, как это выглядит, потому что сейчас нас, допустим, смотрят ребята, пусть им там, не знаю, 18, 19, 20 лет, вот они тоже захотели подписаться на этого парня и обучиться видеомонтажеру. У них есть два варианта. Первый, кто-то из них смотрит, и они там классно на каком-нибудь горном велике катаются, и они очень крутые в этом. Или кто-то там на скакалке классно катается. Это я понимаю, как технологически это выглядит. Захожу к вам на сайт, правильно? Сейчас, и второй человек, он смотрит, говорит, блин, ну я на скакалке не умею скакать и на велике не умею кататься, и на скейте не умею, что делать? А вокруг есть люди, у которых они учатся. Кто-то учат соционики, кто-то учатся, не знаю, математику классную, выучил быстро у кого-то эксперта. Либо вот есть эксперт, как вот Тина, к примеру, берет классное интервью, а есть кто-то, кто там чуть хуже, но тоже может научить других брать интервью и выращиваться в этом. И он может прийти и сказать, слушайте, давай я буду тебя продюсировать и сделаем с тобой курс, и мы сделаем онлайн-школу. Дальше они приходят к нам. Как приходят? Куда звонить? Где платить? Сколько стоит? Вот эти все вопросы, чтобы они такие типичные, лучше пойти на наш стандартный мастер-класс. Он называется «Как создать свою онлайн-школу? Продюсировать себя или свою эксперту?» Вы вдвоем его ведете? Мы его ведем вдвоем, на него нужно смотреть, как на произведение искусства. Вот в прошлом году на автомате, мы один раз его провели вживую, дальше он в записи работает ежедневно. Он нам принес полмиллиарда рублей. Да это надо заплатить, правильно? Чтобы прийти? То есть это билеты? Он бесплатный. Сколько людей было на этой встрече? Ежемесячно около 10-15 лет. Нет, на вашей встрече, где вы были вдвоем? Вживую обычно человек 300-500, это немного. То есть там не принципиально сколько, принципиально хорошо записать, чтобы потом эту запись каждый день транслируется. Она автоматно включается роботом, она включается в зависимости от часовой зоны человека. К примеру, в час дня по Москве уже идет для Сахалина. Какое количество просмотров вы набрали за 6-7 месяцев? Ну, каждый месяц у нас смотрят вебинар вживую, а он длится 4 часа, то есть это много. Это не просто просмотры на Ютубе, это совсем другое качество. Где-то 10-15 тысяч человек. И этого достаточно для вашей школы, чтобы экстенсивно расти? Это качественная аудитория с деньгами, которую мы отфильтровали за счет качественной рекламы. Я недавно пришла к мысли, что будущее за геймификацией во всем. Если ты хочешь привлечь внимание человека, надо его развлекать. Возвлекай и властвуй. И, естественно, где-то должна быть ваша любимая, как вы это называете, морковка. Вот есть ли у вас какие-то конкретные морковки? Например, приди в акселератор, создай свой курс, заработай 20 миллионов долларов и получив подарок машину. Сейчас такие форматы набирают большую популярность достаточно быстро. Да, бесшная сушка, например. Конечно, абсолютно верно. Поэтому что вы даете? Вот у вас есть какие-то такие формы призовые, подарочные? Мы вот думали, как наиболее эффективно запаковать акселератор, потому что люди хотят сразу в бой, ну, многие. И мы сделали так, что первые две недели ты заходишь, ты узнаешь, в принципе, все, как устроена онлайн-школа, что нужно делать, по каким шагам, тебе даются определенные инструкции. И потом тебе говорят, все, обучение закончилось. И дальше две недели войны. То есть мы это называем битва, где их распределяют по кланам, там в пятерке. И дальше те, кто хочет запускаться, они могут запускать свою онлайн-школу, а те, кто пока что чувствует, что он не готов, он может помогать ему запускаться. И обычно получается, одна-две школы из пятерки запускаются, остальные становятся помощниками, они видят изнутри, как все это делается. И потом, когда из войны люди выходят, уже становится много довольно онлайн-школ, которые уже что-то зарабатывают. У вас есть в планах сделать собственную криптовалюту? Потому что абсолютно логично, так как вы создаете экосистему, начать тем, кто поднимается наверх, давать возможность собирать эти шейры, баллы, лайки, инвестировать их в некую валюту, за которую будут происходить расчеты. Это скорее не в планах, а в мечтах, потому что нам пока некогда подступиться к этому, но мы живем, наша такая большая мечта это создать такой интернет-государство. Потому что у нас уже большая аудитория, есть взаимопомощь, есть интересные динамики. Наши резиденты, они не зависят от вообще политики. То есть есть предположение, что если в России будет ухудшаться экономическое состояние, у нас оно будет улучшаться. Вы встречались с Сергеем Семеновичем Собяниным, это правда? Да. С мэром Москвы. О чем разговаривали? Мы разговаривали про онлайн-школу мэра. Онлайн-школу мэра? Вы уговаривали мэра Москвы? Мы не уговаривали, он сам заинтересовался. И будет в акселерателе онлайн-школа мэра Москвы? Ну, это пока обсуждение, в самом министерство образования. Медленно все. Онлайн-школы должны строиться быстро. Он это делегировал. Мне кажется, что это может, как многие вещи хорошие, затеряться в кабинетах. Государство заинтересовано вообще в развитии онлайн-образования? Как вы поняли? Ведь мэр Москвы очень прогрессивный человек. Иначе бы встреча с вами, я думаю, никогда не состоялась. Вот что вы почувствовали? Ну, вот к нам подошел помощник мэра, и мы такой, что вы про нас знаете? Он говорит, что вопрос вообще сейчас все знают. То есть, и он сейчас заинтересован делать онлайн-школу, как быстро развиваться в рамках госслужбы, то есть, как расти в рамках госслужбы. То есть, конечно, что это там больше частный проект какого-то там конкретного человека, но государство, конечно, тоже это интересно. Я все поняла. Вот теория вся понятна. Сейчас к практике, если можно. Сколько шагов нужно сделать, чтобы попасть в школу-акселератор? Все просто, всего один шаг. Дадим ссылку, на нее нужно кликнуть и зарегистрироваться. Зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс, как продюсировать себя или своего эксперта, создать онлайн-школу. Там как раз рассказывают о всех шагах, которые нужно сделать, чтобы создать свою онлайн-школу, причем самостоятельно даже и без нас. То есть, там можно будет сделать без нас и с нами. И плюс мы даем еще PDF-ку. Это список самых востребованных ниш, которые сейчас есть в России по онлайн-образованию, куда можно зайти сразу, чтобы зарабатывать много. То есть, это очень круто. Получается, что вы учите создавать свою онлайн-школу. Не факт, что человек придет к вам в акселератор. Можешь сам, можешь с нами, можешь лучше нас. Слушайте, ну вы практически два Пьера де Кубертена, понимаете? Выше, сильнее, быстрее. Вы знаете, заканчивая наше интервью, я хочу каждому из вас задать один вопрос. Вот была такая пара, звали их Маркс и Энгельс. И дай бог вам сто лет жизни, но тем не менее, вы понимаете, что через сто лет, даже если вы будете всеми практиками обладевать, вы все равно из этой жизни уйдете. Как вы хотите, чтобы про вас вспоминали? То есть, наверное, вы хотите, чтобы в Википедии была какая-то надпись о вас двоих вместе по отдельности. Вот как бы вы предложили о себе написать? Сергей Капустин, тире. Основатель интернет-государства, который создал свой отдельный класс людей. Дальше. Дмитрий Юрченко. Пока он покоится, я у него учусь. То есть, вы все-таки верите... Спокойно, Дима, спасибо. То есть, вы все-таки верите в бессмертие? В бессмертие нашей системы точно. То есть, пока он... Я потенциально могу умереть. Но автоворонка и автокурсы, и наши уроки могут работать. И могут работать очень долго, и эффективность их будет высокая. Поэтому я надеюсь, что система после моей смерти будет работать, и люди будут учиться у меня, пока я буду мертвым. Ну, что я могу сказать? Учиться нужно постоянно в современной жизни. Если хочешь добиваться успеха, переходите по ссылке, кликайте, присоединяйтесь к онлайн-школе Акселератора. Скучно не будет. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, мне что интересно? Вот вы говорите, что у вас 500 миллионов выручка, а прибыль 24, прибыль 25, простите. То есть, это прибыль с 525? Это маленькая? Нет. Это только по одной школе. Ага. Соответственно, еще есть три. Ну, вы очень богатые люди, товарищи. Если у вас каждый месяц вы по 12,5 миллионов кладете в карман, ну, легкая калькуляция приводит меня в мысль о том, что вы зарабатываете минимум 150 миллионов, соответственно, на каждого в год. Правильно? Плюс-минус. Да, из других школ еще приходят, поэтому больше. Дай бог вам здоровья, родные. Развивайтесь и дальше. Продолжение следует...